Деяние апостолов Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И вставшие юноши приготовили его к погребению и, вынесши, похоронили. Часа через три после этого пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и спустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвою и, вынесшие, похоронили возле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамени и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же, и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти, и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную тюрьму. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведший их, сказал, «Идите, и, ставши в храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушавши, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященники, которые с ним, пришедшие, созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых и послали в темницу привезти апостолов. Но служители, пришедшие, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря, «Темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но отворивши, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и другие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря, «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Привезши же их поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря, «Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам». «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницею Своей в начальника и спасителя, чтобы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему в этом мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Встав же в Синедрионе некто, фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. А им сказал, «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать?» Ибо незадолго перед Сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народу, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками. Они послушались его, и, призвавши апостолов, били их, и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестье, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.